МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год мы участвуем в этих акциях с нашими замечательными персонажами. Открыт баскетбольный сезон первой игры команды «Спарта-НК». В женском баскетболе, в рейтинге, в «Спарте-НК» есть будущее, и мы в это верим. С 3 по 6 октября в Дмитрове проходил 23-й открытый фестиваль телекомпаний «Подмосковья-Братина». С каждым годом этот телемарафон объединяет все большее число профессиональных журналистов, которые за 4 дня успевают многое – познакомиться и подружиться, поделиться мастерством и проявить себя в конкурсах, которые давно стали неотъемлемой частью фестиваля. Это телерепортаж «С колес» и вы в эфире. Ну и, конечно же, закрытие большого творческого праздника, на котором чествуют победители. Подробности в нашем репортаже. Телекомпания из городов Подмосковья, гости из регионов, а также тележурналисты из дружеских стран – Сербии, Болгарии, ДНР, Китая – представили своих делегатов на 23-м открытом фестивале телекомпаний «Братина». С каждым годом число участников растет, расширяя границы дружбы между телевизионщиками. Мы ждем встречи со старыми друзьями и знакомимся с новыми людьми. Мы выполняем свою привычную работу и в то же время придумываем что-то новое. Поэтому эмоции всегда переполняют. Президент фестиваля Сергей Боков отметил, что «Братина» – это не 4 дня в году. Это постоянное общение с коллегами, организаторами, новые идеи. Ведь несмотря на то, что телемарафон призван объединить журналистов, каждый раз его формат немного видоизменяется. Это на самом деле уникальное движение. Я на многих фестивалях был, членом жюри многих фестивалей был. Но такого в общем-то нет, потому что другие ценности у людей, другие цели и задачи. У нас все-таки мы сохранили дух братства, дух единства. «Видное ТВ» – постоянный участник фестиваля, а также телеканал оказывает техническую поддержку в проведении «Братины». Конкурс «Вы в эфире» стал волнительным для семи его участников, которые соревновались в умении правильно говорить, общаться с людьми, доносить до зрителей необходимую мысль. Но не меньше волновались участники конкурса «Телерепортаж с колес». За лучший сюжет боролись 18 телекомпаний. По правилам соревнований, тему для сюжета нужно было найти в этот же день, а также снять и смонтировать репортаж. Участники от «Видное ТВ» ношли героиню в школе Олимпийского резерва «Динамо Дмитров», прочитав короткую новость в местных соцсетях о банне «Грош», которая на российских соревнованиях по художественной гимнастике в городе Тольятти завоевала золотую медаль. Аня, я знаю, девчонки называют тебя… Грошик. Грошик. Но сегодня этот маленький грошик сумел превратиться в большую золотую медаль. Татьяна Брылова, Константин Брылова, телеканал «Видное ТВ». Хватило на большой, расширенный репортаж на самом деле. Две минуты – это очень мало, чтобы рассказать о человеке, о герое, вообще показать его. Но в том-то и фишка вся, что надо умудриться все-таки вложиться в это время. Ну, мы немножко отрезали, я думаю, все хорошо будет. Получилось не просто хорошо, а отлично. Телеканал «Видное ТВ» завоевал свою золотую медаль, став победителем конкурса «Телерепортаж с колес». По традиции, на закрытии фестиваля первые награды вручают именно за этот конкурс. Но это была не единственная победа 2019 года. Второе место в номинации рекламный ролик автора Елена Бабина. Еще одна награда за хорошую работу телекомпании. Большое спасибо жюри. Просто замечательно, когда твоя работа отмечают. Тем более, мы всегда в этой номинации участвуем. И, конечно же, стоит отметить еще одну важную победу нашего коллеги из развилки Иосифа Гринберга. Он завоевал первое место в номинации рекламный ролик, анимировав собственное стихотворение «Сосед», призывающее всех, кто живет рядом, относиться друг к другу с уважением. Придется зайти к ним с тортом, посидеть за хорошей рюмкой чая. Может, они скажут, слушай, мы хорошие соседи. Почему нет? Братина завершилась, и все ее участники с доли грусти покинули город Дмитров, который уже третий раз подряд принимает фестиваль. Впереди год, а значит, есть возможность снимать новые интересные сюжеты и фильмы, рекламные ролики, чтобы вновь показать свое мастерство на этом главном для многих из журналистов Подмосковья празднике творчества. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Владимир Горенневич, Ольга Садовская. Видное ТВ. В очередной раз сотрудники госавтоинспекции вышли на оживленные пешеходные переходы города, чтобы провести операцию «Зебра». Профилактическое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности на дорогах. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В рамках проекта «Некуда спешить» госавтоинспекция продолжает проводить тематические акции, во время которых рассказывает подрастающему поколению о правилах дорожного движения, а взрослым напоминает о законодательстве, которое сводит к минимуму травматизм детей на дороге. Во время операции «Зебра» прохожим и водителям раздавали фликеры – светоотражающие элементы, позволяющие быть более заметными на проезжей части в темное время суток. Традиционно в профилактических акциях сотрудникам госавтоинспекции помогают работники и воспитанники Центра детского творчества «Импульс». Акции «Засветись», «Будь заметным», «Пропусти пешехода». Каждый год мы участвуем в этих акциях с нашими замечательными персонажами. Их очень все любят, и особенно дети, но и взрослые тоже. Главным персонажем этой акции стала «Зебра». Именно она вышагивала по пешеходному переходу перед остановившимися водителями. В вечернее время нужно обязательно рекламировать даже, чтобы дети и вообще люди одевали в светоотражающее что-то там, как на детских комбинезончиках. Потому что иной раз вот с такой погодой бывает невидное. Сложно, да? Сложно. Человек сливается с асфальта. Особое внимание было уделено детям, которые, как оказалось, уже знакомы с основами безопасности на дороге. Нельзя переходить дорогу, если нет пешеходного перехода. Стоит отметить, что профилактическая работа уже повлияла на статистику. За последнее время количество ДТП с участием детей снижается. А проект «Некуда спешить» продлится до конца месяца. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В рамках проекта «Твори добро» в Видном на улице Школьной организовали игровую развлекательную программу для детей и их родителей. О том, как прошел праздник двора, расскажет наш корреспондент Анастасия Воронина. В Видном появилась добрая традиция проводить праздники двора. Для жителей Школьной улицы на детской площадке около дома 55А в рамках мероприятия организовали интересные мастер-классы, игры и веселую развлекательную программу с клоуном Алексом. Мероприятие проходит в рамках проекта «Твори добро», который мы организовали и стараемся его принести в каждый двор нашего города. Это очень важно, я считаю, в наше время, чтобы дети собирались во дворах, знакомились, учились жить в одной команде, проявлять себя как-то, творческие свои все навыки показывать. А приурочили это дворовое торжество ко Дню Учителя. Дорогие наши учителя, поздравляю вас с праздником. Желаю вам не только хороших, талантливых, умных детей, но и, главное, результативных. У нас самые замечательные учителя в России. Именно у нас, в Ленинском районе, в городе Видное. С праздником вас! Проект «Твори добро» расширил свои границы. Теперь это праздник не только одного двора. Жители с удовольствием пришлись даже с дальних улиц города, чтобы тоже стать частью веселого мероприятия. Спасибо, что организовали такой праздник. Это очень весело, творят добро. Жираю всем, так же творить больше добра. Те, кто проголодался, мог полакомиться сладкой ватой, вареной кукурузой или вкусными пряниками. Прямо под открытым небом парикмахеры одного из салонов красоты бесплатно делали мальчишкам и их папам модные стрижки. А у девчонок большой популярностью пользовался аквагрим. Все мне нравится. Почаще бы таких вы делали. Я надеюсь, что остальные праздники такие же будут и рядом с моим домом. Впечатление хорошее. Нарисовала павлина. Приятным сюрпризом для всех стало выступление актерской школы «Волна» и мастер-класс от ее художественного руководителя Алексея Мельникова. Ну что? Ничего не хочешь сказать? Что? По-моему, это церкаль страшно похоже на шахматную доску. Одна большая-пребольшая шахматная партия. Белая королева, черная ладья. Праздник прекрасен, потому что он объединил в себе сразу несколько задач. Во-первых, это благотворительный фонд организует. И само по себе уже и атмосфера, и настроение, которое вокруг царит, она невероятна. Даже несмотря на ненастную погоду, у детей и их родителей было хорошее настроение. Праздник, продлившийся до позднего вечера, сделал этот пасмурный осенний день теплее. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялось открытие баскетбольного сезона 2019-2020 годов. В первом матче премьеры Лиги чемпионата России команда «Спарта-НК» встретилась с московским клубом МБА. О том, как прошла игра и что ждут от сезона «Видновчанки» расскажет Юлия Погосян. В день старта нового баскетбольного сезона во дворце спорта «Видное» было особенно людно. Видновчане явно соскучились по домашним матчам нашей женской баскетбольной команды. Торжественное открытие прошло, как и подобает, ярко и красочно. Это как раз такой повод показать всей общественности, что мы себя представляем. От самых маленьких, от семилетних детей и до профессиональных спортсменов. Поэтому это такой хороший праздничный повод продемонстрировать нашу работу. Зрители впечатлило световое шоу, во время которого на паркет вышли юные воспитанники спортивной системы «Спарта-НК». Анастасия Усатова – одна из воспитанниц баскетбольной школы клуба «Спарта-НК». Этим видом спорта девушка занимается уже шесть лет. И в будущем мечтает войти в основной состав команды, чтобы играть наравне с любимыми баскетболистками. Камилу Абун нравится. Почему? Ну, она такая, у нее спортивная злость, азарт такая, по ней видно. Перед началом стартовой игры премьер-лиги чемпионата России на паркет вышел первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков, чтобы вручить игрокам команды «Спарта-НК» памятные медали, приуроченные к 90-летию муниципалитета и Московской области. В женском баскетболе, в Ленинском уровне, в «Спарте-НК» есть будущее. И мы в это верим. Дорогие друзья, я вас действительно поздравляю с началом баскетбольного сезона. Верим нашу команду. И я уверен, что все получится. В первой игре сезона «Спарта-НК» встретились с московским клубом МБА. Стартовая четверть матча прошла в ровной напряженной борьбе, но в конце второго отрезка «Видновчанки» позволили оппоненткам оформить приличный отрыв – 30-40 в большому перерыву. Однако наши девушки не опустили руки и в конце встречи совершили впечатляющий рывок – 6 очков за 4 минуты до финальной сирены. Очень интересно. Надеемся, что «Спарта» выиграет. Хорошая игра. Нравятся новые игроки команды. Однако немногочисленная поддержка зрителей, не открывшееся второе дыхание к концу матча, не дали «Видновской» команде шансов обойти москвичек. Итог – 80-90 в пользу гостей. Но сезон только начался, поэтому у «Спарта-НК» еще будет много шансов отыграться. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «ВиднетВ». И это все новости. Увидимся завтра в 19.30. До свидания.